Сегодня в Минске обсуждали очередные меры по улучшению бизнес-климата. Состоялась встреча обновленного Совета по развитию предпринимательства. Место встречи, здание правительства осталось прежним, а вот состав участников Совета изменился более чем наполовину. В него вошли 26 предпринимателей из столицы и регионов, представители госучреждений, руководители бизнес-объединений. Задача тоже кардинально обновлена. Это связано с указом президента, который существенно повысил роль Совета. Теперь он сможет напрямую вносить в правительство предложения, и они будут обязательны к рассмотрению. На своем первом собрании в обновленном составе Совет договорился активнее подключать к решению вопросов регионы. Не секрет, что в небольших районах, в принципе, это единственная, скажем, такая экономически движущая сила, которая обеспечивает и рабочие места, и занятость, и налоги в бюджет. Чтобы такой совет наш не казался таким рафинированным органам, где собрались люди по интересам, посидели, поговорили, и какие-то там свои, может быть, личные интересы, и на этом все. Сегодня же поддержали предложение о том, чтобы Совет не стал исключительно органом для рассмотрения жалоб. Прежде всего, сами предприниматели его видят большим дискуссионным клубом для помощи и обмена опытом. Но если Совет не будет принимать решения, докладывать их в те инстанции, которые должны решать эти вопросы, не будет добиваться именно решения этих вопросов, тогда он бессмысленно. Предприниматели уверены, что их потенциал в полной мере пока не задействован. Тем не менее, за последние пять лет доля малого и среднего бизнеса в стране выросла на 17%. Продолжение следует...